Здравствуйте! В эфире дебаты кандидатов в Магаданскую городскую думу по 6-му избирательному округу. Напомню, что выборы состоятся уже 8 сентября. Участники сегодняшней дискуссии представители двух политических партий. От партии КПРФ Инга Егорова. Инга, здравствуйте! Здравствуйте! Представители от партии «Единая Россия» Рафаэль Фатыхов. Рафаэль, здравствуйте! Здравствуйте! Ну что же, уважаемые участники сегодняшней дискуссии, вам слово. Инга, начнем сегодня с вас. Добрый день, Рафаэль! Я хотела бы задать вам вопрос, который меня волнует не только как кандидата в депутаты, но и как потенциального избирателя в следующем году. Скажите, пожалуйста, вот сейчас по всей стране рейтинг «Единой России» партии, от которой вы идете, стремительно падает в связи с непопулярными реформами, пенсионная реформа, НДС, тариф «Платон», который опять у нас увеличился. И многие баллотируются на выборах сейчас именно как самовыдвиженцы, то есть пытаются дистанцироваться от партии. Вы же все-таки, несмотря на такую людоедскую политику вашей партии, идете от нее. Вы искренне разделяете идеи данной партии и поддерживаете все эти законопроекты? Получается так? Задачи депутата городской думы, они более приземленные. Давно об этом хотел сказать, что мы не касаемся вопросов федерального значения. Мы не избираемся депутатами областной думы, тем более государственной думы. Я прекрасно вас понимаю, но я хотела узнать именно ваши личные отношения, то есть насколько вы поддерживаете сам, как человек, свою партию и принимаем именно решение. Потому что наш единоросс Магаданской области, они по сути предали своих избирателей, потому что вопрос же был о том, чтобы как бы отстаивать именно интересы нашего региона в пенсионной реформе, какие-то предложения вносить в Государственную думу. Но за этим ничего не последовало, кроме декларации. И вот я хотела услышать именно о вашей отношении к этой проблеме. Мы, как депутаты именно городской думы, мы не принимали данных решений. И потому что у нас было заседание городской думы, где у нас была законодательная инициатива, чтобы именно жители районов Крайнего Севера, в частности именно Магаданской области, чтобы их исключили из данной пенсионной реформы. У нас была такая инициатива, мы отправили наше решение вышестоящему органу в Магаданской областной думе, но, к сожалению, нас не услышали. И нам в любом случае жить в этом городе, и понятно, что необходимо не сидеть на месте, а также на свидании городской думы встречаться с гражданами, услышать их предложения и их мысли, наши граждане реализовывать свои решения, которые будут популярны, и доводить их до центра. Вот вы сказали, что мы как бы более приземленными делами занимаемся, я так позиционирую, мы, как кандидаты депутаты. Встречалась я с гражданами как раз нашего округа, и вы знаете, много таких вопросов поднималось, специфических. Вот мне интересно, вы 14 лет находитесь как слуга народа в думе? Да, находился. Что вы, ну, да, я исключаю последний месяц, когда вы снялись. Что конкретно вы сделали за эти 14 лет, то есть какие инициативы были ваши, да, чего вы добились, какие успехи были сделаны? Или вы занимаетесь только своим бизнесом? Ожидал этого вопроса, Инга. Хочу сказать, вообще, почему я решил стать депутатом городской думы. В далеком 2000 году, краткий экскурс в мою биографию, когда мне было более около 25 лет, я организовал автотранспортное предприятие, и в том числе организовал одни из, организовал именно предприятия не только такси, но и маршрутное такси, автобусные перевозки. В то время был очень большой бардак, может, вы были еще слишком молоды, не помните, вот эти большие сараи, которые были холодные, перевозили граждан наших, был нестабильный график, они часто ломались, сходили с маршрута. И в этот момент я организовал, получил лицензию, и впервые в истории города были мною разработаны и согласованы с мэрией города Магадана маршруты такие 50-й, 52-й, 57-й, 26-к, по которым до сих пор следуют автобусы, и гражданам достаточно удобно. Мы, допустим, соединили Моргоодок, третий микрорайон, соединили микрорайон пионерный, пригородный. То есть, и, соответственно, вот я выполнил определенный, так сказать, соединив свои бизнес-задачи с, можно сказать, социальным вопросом. Ну, то есть вы нашли рыночную нишу и воспользовались этой рыночной нишей для зарабатывания денег. Правильно, нет, не то, что зарабатывание денег. Дело в том, что... Не, ну, бизнес-задача цель все равно зарабатывать. Если это совпало, почему нет? И после этого момента, уже у меня, когда добился определенной цели, у меня возникло желание стать депутатом городской думы. И поэтому, избравшись, у меня было очень много мыслей, и я был тогда еще, я же говорю, молод, уже мне было тогда 30 лет, и хотелось, конечно же, много что-то изменить. И у нас пришла очень молодая команда, у нас была самая молодая дума, самая молодая депутата была 29 лет, и мы принимали определенные решения, которые были популярны. Допустим, хочу сказать, что мы приняли программу по исполнению наказов избирателей, где на каждый избирательный округ выделялась определенная сумма, и каждый депутат мог эту сумму закладывать на благоустройство, озеленение, ремонт асфальтово-дорожного покрытия. И вот эта программа до сих пор действует, это говорит о том, что она популярна. — Рафаэль, у вас, может быть, есть какие-то вопросы к Инге? — У меня есть один развернутый вопрос, так как принимаю сразу, примите, пожалуйста, мои извинения по поводу того, что на прошлых депутатах я отсутствовал, у меня была рабочая командировка, поэтому из-за того, что все-таки у меня есть большая общественная работа, и плюс, ну, у меня есть и работа, которая кормит меня и мою семью. И необходимо было срочно выехать на 3-4 дня. И я отсутствовал на этих дебатах. Но, к сожалению, мои оппоненты не поняли, что я отсутствовал по уважительной причине, хотя я руководство муниципального телеканала предупредил об этом. Ну, пришли к замечательному журналисту Вячеславу Филогриевску и начали троллить меня и обсуждать мое отсутствие за моей спиной. Я считаю это политически некорректно. Даже несмотря на то, что Инга Егорова симпатично умная девушка, но, к сожалению, у меня вот такой вопрос все-таки возник. Зачем за спиной своего оппонента, который хорошо к вам относится, начинать говорить у него не о своих планах о выборах, а обсуждать меня? Ну, Рафаэль, я на это вам очень просто отвечу. Во-первых, перед тем, как мы снимали наши дебаты у Филогриевского, буквально сразу выйдя из МТК, после того, как мне сообщили, что дебаты не состоятся, потому что никто, кроме меня, не пришел, я сделала обращение, так как у меня нет вашего телефона, я просто отправила это обращение в Инстаграм, в WhatsApp, в социальные сети, в надежде, что все кандидаты, не только вы, но и представители других двух партий, увидят мое обращение и в этот четверг все-таки придут. Ну, вот видите, к сожалению, пришел опять только вы. Они почему-то игнорируют наши беседы, наверное, нечего им сказать. У Филогриевского мы обсуждали довольно-таки много вопросов. Почему он вырезал именно те моменты, которые я говорила о своей работе, что я планирую делать, и сделал акцент только на вашем отсутствии, ну, это, наверное, вопросы к нему прежде всего, потому что перед выходом в эфир я не видела этой записи. То есть я увидела уже ссылку, перешла, посмотрела и была, конечно, не в восторге от того, что там получилось. Вот. Я хотела, знаете, еще прокомментировать немножечко. Вот вы рассказали нам о ваших достижениях за эти годы, да. Да, очень полезные, значимые вещи, но, мне кажется, у нас в городе более важные сейчас задачи последние годы. То есть у нас абсолютный беспредел происходит, да, в сфере управляющих компаний. Почему муниципальные депутаты не контролируют это, хотя это входит непосредственно в их обязанности, да, контроль жилищной инспекции, чтобы она, в свою очередь, наводила порядок в сфере ЖКХ. Мусорная реформа, которую приняли, да, на федеральном уровне, ну, понятно, что на уровне субъекта федерации должна, да, областная дума поработать. Ну и муниципальные депутаты на своем уровне должны сотрудничать с департаментом ЖКХ, на мой взгляд, да, и решать эти вопросы тоже, потому что, например, вот я пыталась от себя, ну, как от председателя регионального ВЖС, обращаться и в департамент ЖКХ по поводу, ну, вот первый у меня, как бы, пробный вариант был по мусорным этим контейнерам и несоответствующим законодательству по 53-му садику, потому что там ветер, и вот этот мусор, он прям летит постоянно на детскую площадку. Понимаете, это опасно, вредно, и крысы там бегают, ну, это просто ужас. На что департамент ЖКХ просто мне написал отписку, что они больше этим не занимаются, вопросами к региональному оператору. Региональный оператор, ну, как бы, немножечко более лояльно отнесся, что мы, как бы, на это можем тратить деньги, но только 1% от своей прибыли. Не более того, а также дали мне понять, что с департамента ЖКХ ответственность тоже никто не снимал, они все равно должны участвовать в этом процессе. А у нас получается, что депутаты Магаданской городской думы, как бы, самоустранились от этой проблемы, и вот эти две, муниципальная служба и акционерное общество друг на друга, как говорится, стрелки переводят, вопрос-то не решается. Вы видите, да, у нас в соцсетях огромное количество роликов, как у нас крысы по дворам носятся. Я сама видела из-под своего дома, как они мигрируют из одного подвала в другой регулярно. А рядом детская площадка, а крысы являются переносчиками, ну, огромного количества заболеваний. Вот хотелось бы как-то, я не знаю, чтобы, наверное, нас услышали сейчас не только наши избиратели, но и действующие депутаты городской думы и все-таки занялись этим вопросом. Капитальный ремонт, тариф 8,20, понятно, что это абсолютно политический тариф, и предельную стоимость ремонта на эти средства невозможно осуществить. Почему мы не участвуем в всевозможных программах, да, согласно федерального закона 185 ФЗ от 21 июля 2007 года, мы можем компенсировать часть затрат на ремонт через фонд содействия реформированию ЖКХ. Я понимаю, что какие-то вопросы, да, которые я поднимаю в своей программе, они прежде всего уровня уже как бы субъекта федерации идут. Но учитывая, что, к сожалению, наша область скукожилась до размера города, что у нас практически жизнеспособный остался город, а люди в поселках, ну, это просто бедственное положение, я там недавно была, видела, как они там живут. Поэтому муниципальные депутаты должны как-то выходить на уровень областных депутатов с какими-то инициативами и требовать работы от них, правильно? Почему эта работа в Думе не ведется? Где отчетность публичная депутатов о проделанной работе? Вот сейчас как бы я спросила, я узнала, да, что что-то предпринимали, какие-то действия. Где информация, почему ее нет в СМИ, почему ее нет в интернете, почему она недоступна населению? Вот как бы хотелось бы прояснить эту картину. Ну, и если я все-таки стану депутатом Магаданской городской думы, то я предлагаю в первую очередь, помимо озвученных проблем, принять определенные критерии данной отчетности, чтобы наши избиратели видели, чем мы занимаемся. Правильно? Согласны? Нет, согласен. Рафаэль, вам есть что добавить, прояснить по этому вопросу? Конечно. По поводу работы управляющей компании. Хочу отметить одну особенность, так как управляющая компания выбирает сами жители города Магадана, жители того или иного дома, соответственно, и они напрямую обязаны контролировать, у них есть все права работы своей управляющей компании. То есть нужно грамотно делать свои обращения по тем или иным вопросам управляющей компании. То есть нужно писать письма и делать его копию, чтобы вам оставляли входящие, чтобы вы могли проследить решение той или иной проблемы. Что касается именно депутатов, конечно же, мы непосредственно работаем с проблемами, те или иными, которые возникают. Но, допустим, у нас на округе в основном находятся две управляющие компании. Это Рео-3, которые меньше всего вопросов. Жилсервис также присутствует на нашем районе. К ней, конечно, больше вопросов возникает. И у меня есть целое обращение по одному дому, по Болдрево-6, что необходимо, конечно, принимать и помогать решать им эти вопросы. Через жилищную инспекцию, через департамент ЖКХ. Есть определенные рычаги. По поводу рычагов хочу сказать, допустим, предысторию. Есть у нас такой муниципальный орган, как контрольная палата города Магадана, которая имеет право проверять все муниципальные предприятия. И одним из примеров, то, что по нашей инициативе, допустим, есть организация МУП Ритуал, которая занимается организацией похорон, работы и кладбища. И были очень вопросы к этому руководителю где-то год назад. И к нам поступали депутаты обращения. Мы уже на своем заседании свои обращения передали в контрольную палату, которая проверила работу данного муниципального учреждения, где выявила ряд нарушений. И где-то, я полагаю, через полгода этого руководителя уволили. То есть городская дума работает в этом направлении по контролю за именно муниципальными предприятиями. Но управляющие компании, они больше сейчас, они уже не как там МУП РЭО, как раньше было, и нет такого прямого контроля по звонку. Сейчас более сложный порядок. У жильцов больше прав, потому что они сами выбирают управляющие компании. Я лично сталкивалась с ситуацией, я не буду говорить конкретно, какое РЭО это было, или какая управляющая компания это была. Но жильцы многих домов ставятся в заведомо невыгодные условия. То есть, например, управляющая компания говорит о том, что она собирается поднять тариф. Жильцы отказываются. Управляющая компания в одностороннем порядке расторгает договор с данным домом. Дом выставляется на аукцион. Заявляется только одна и та же управляющая компания. И практически, ну, рейдерским захватом, наверное, громко будет сказано, что-то очень близко к этому, опять же прибирает к рукам этот дом, уже в приказном порядке навязывая все-таки этот тариф. Причем, если говорить о конкретно моем доме, то вся вот эта вот схема была проделана именно в конце августа-начале сентября, то есть накануне отопительного сезона. То есть, давая понять, что если вы сейчас будете бодаться, вас вообще никто не возьмет. И, ну, будете мерзнуть, да, вы будете решать эти вопросы через мэрию, но это же будет долго. Поэтому говорить о том, что жильцы у нас обладают правами, юридически, да. Но по факту, вот, и я сталкивалась, и многие мои знакомые с тем, что очень все это сложно у нас в городе происходит. Не соглашусь, уважаемая Инга. Личный пример. Я хочу вам сказать, что решением по выбору управляющих компаний, там, по-моему, принимается, насколько я помню, более половины жильцов должны проголосовать. У нас есть достаточно большая конкуренция. У нас в городе ни две, ни три управляющих. Смотря какой дом, учитывая, что у нас с Сталинкой очень мало жильцов, дом изначально как убыточный для управляющей компании. Вот он-то и дело, все зависит от инициативы жильцов. Если, конечно же, большинство жильцов, они пассивны, соответственно, они и несут свои потери из-за своей пассивности. Просто, к сожалению, у нас уровень юридической грамотности небольшой, да, и, по сути, своими словами вы говорите о том, что граждане должны сами ходить и бороться за свои права. Но не все это могут, не у всех есть время, не все умеют это делать. Это работа нас, депутатов, потому что люди нас для этого и выбирают, чтобы мы защищали их права прежде всего. Уважаемые кандидаты, вы затронули очень щепетильную и нужную тему, но, к сожалению, время дебатов подходит к концу. У вас остается 30 секунд для завершающего на сегодня слова. Уважаемые земляки, приходите 8 сентября на выборы. Помните, каждый раз, когда вы не приходите на избирательный участок, вы неосознанно голосуете за нынешнее положение в нашем городе, в нашей стране. Поэтому пользуйтесь своими избирательными правами. Помните, что только мы, коммунисты, за то, чтобы защищать ваши права, за то, чтобы избирать мэра, который будет также отстаивать ваши интересы. Приходите, будем вас ждать на избирательных участках. Пользуясь случаем, уважаемые дорогие жители Гамагадана и моего избирательного округа, приглашаю вас 31 августа прийти на фестиваль ретро детских дворовых игр, который пройдет на кольцевой 38-36, где мы вместе вспомним все наши старые дворовые игры, поиграем в пекаря, попрыгаем в резиночки, попрыгаем в классики. Так что проведем здоровое время. Приходите сами и приводите своих детей. До встречи. Это были дебаты кандидатов в Магаданскую городскую думу по шестому избирательному округу. Сегодня у нас в гостях были кандидаты от партии КПРФ Инга Егорова. Инга, до свидания. До свидания. И представитель партии «Единая Россия» Рафаэль Фатыхов. Рафаэль, до свидания. До свидания. Рафаэль, до свидания.